Ханна начинается И понеслась буря 28 июля 2018 года Небе дырка образовалась Тече, 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 тече И все не витече И еще и гремит, громихает А так собралась видео вам отснять И дождь все сбыл Значит планировала я вам видео отснять Сколько урожая у меня груш и слив И на данный момент дыни зреют И как выйти из сложенной ситуации Если, например, в связи с климатическими условиями Например Вот так у нас на Украине Задощилось И дощеть, дощеть, дощеть И если делала я раньше сухофрукты Вот, например, от солнца В жаре, что мы там думаем При жаре на чердаку, под стеклом Висохнет все хорошо Ну мы уже не смотрим на ту пиль На те мухи, что они там обседают Сделала я выход В чем? Что я все-таки купила дегидратор И я заплатила немаленькую сумму денег Его стоимость И я вот сейчас смотрю на вот такую погоду И думаю, а все-таки не зря Не зря было оплачено сумма денег Так, как при такой погоде Если оно дощеть уже 2 недели Я бы не высушила, например, те груши, те сливы Пришлось бы мне перерабатывать Как и раньше советским способом Вот старым советским способом Уже бабушкиным, дедушкиным Консервация только варенья, компот и так далее И тому подобное А вот если пользоваться уже моей бабушке То есть прабабушке Способом, как они все сушили Сохраняли в ляных мешках из льна Все это сушки Я еще помню, сама сушки кушала Вот, у них было большинство Потому что себестоимость крышечки закаточной И ключ в 70-х годах, 60-х Это был не настолько доступный для сел И даже дальних отдаленных сел А вот если я сейчас дивлюсь Я хотела пойти на огород набрать сливы Потому что меня дождь нагнал Вот я вышла показывать И там тучи, и ляпки меня нагнали И я думаю, а все-таки не зря Не зря я даже вот вам сейчас покажу Что я даже делаю Как сохранить чеснок Тоже было несколько способов Я уже рассказывала, что и в косы заплетала И думала, если я в косы буду заплетать Воно будет лучше храниться, чеснок Ой, грем, греметь Лучше, чем храниться Ну, все равно до самой весны ничего не хранилось Все равно он въяв И даже парафин Покупала парафин Макала цели головки чесничины в парафин И так хранила Ну, вот сейчас нашла такий способ Вот сохранять герметические закатничные баночки Вот так в банках я сушила Ну, есть хозяечки, у кого уже не один год Они уже пользуются вот такими сушками, дегидраторами Любые есть сушки, любые дегидраторы Их изобилие на рынке продаж В интернеті можно погуглить и найти По своему потреблению, по своему финансам своим Комусь надо большая сушка А комусь надо, может, и поменьше в них объемы Или семья меньше, или ягод у них меньше Значит, что я хочу показать Вот на данный момент Моя сушка Молодец Что я тут насушила Вот вчера мы уже во второй половине дня Делала такую пастилу, груша Слива Ага, регатали мы тоди золю, как в дині Да, пробовали Я вам показала, что будет за пастила Груша, слива Йежевика, малина Йежевика, малина И, что у нас еще было Пастила, которые перебила Но все равно я на крупную оси, то я их перетерла Все можно доставать Сахара я вообще ни граминочки не добавляла И попробовала, что груша та сладкая И слива дуже сладкая И получается у меня эта пастила Хоть там была и И ежевика, и ёжта И все равно получилось, что пастила даже сладкая Даже сильно сладкая И вот, как эксперимент Я покажу Сделали мы вот так на противне Потому что этот дегидратор у меня купленный Был в январе 18-го года Ну то есть в этого года он был купленный Дегидратор И решили мы Деньки Вот так сделать Сейчас я дегидратор закрию Чтобы он не шумил у нас сильно И не робил громкий звук Дегидратор находится у меня в калидоре Двери прямо на дверь уже открыті Так как если мы, например, сушим То надо, чтобы было Ходить больше воздух И вот эти ароматы, чтобы они нам в спальне Неде не были Потому что может быть болеть голова И он шумит, конечно, дегидратор шумит Вот если я, например Где у меня инкубатор стоит Мне уже инкубатор, значит, и тихо работает Кажут, что уже, значит, и тихо инкубатор работает Конечно, против дегидратора Так инкубатор и тихо работает Значит, брали мы Была переспившая такая Аж стыгла прям сахарная денька Вот остався один кусочек А другой кусочек я уже скушала Ну, она такая солодчая Вона прям, наче, как в сиропе была Ну, ничего я цей дині не робила Просто порезала на дольки Вона, получается, уже на вкус Зрившая, сладкая деня От вона ее кушаешь Наче вона была обработана в сиропе А вот эти дни, которые были такие Они не очень сладковатые И мы их разрезали Я ей говорила, что некоторые там были Вони вообще, как буряк Из-за этого такой погоды дождевой Сахара не набралось Вот и ляпки сильные Хотя бы града не было Ну, вона просто не такая Вона вкусная Так что, если я говорила, что отсниму вам и покажу Значит, если кто захочет деньку Например, вот так делать в сушке или в дегидраторе Если хочешь, то можете делать по стылу По стылу я наделала Ух! По стылу я наделала Ну, щас даре я держу Ниша Да, щас, она бестя Вот и показываю, такие дурдом Какие щас творится И вода на печь протепом Ну, и как можно что-то высохнуть Конечно, если вот такая дождевая погода И вот такие проливные дожди Ни какой-то сушки, например, просто от солнца На чердаку Или будь-я вот так повитрем Не может быть и речи Все с ней есть Тоди только выход, конечно, делать повидло вам Или делать вам компоты Или там джемы Ну, в общем, консервация А вот, например, уже сушки На каких-то сушках не может быть и речи Вот, против соседского дома я показываю Да, как видно Какие иди дощи Ну, а в дегидраторе Можете, например, сказать В дегидраторе поставишь дегидратор И вот такая буря И выбило свет Ну, ничего страшного У меня есть генератор Генератор включу И все, свет у нас будет Ну, слава Богу, пока свет не выключали Вот такой дождь Ну, может, он и пройде Часа два Дождь пройде Рве Дунь, конечно Единственное, чтобы не было градов И все Хотя бы града не было Так, как есть Совсем в других областях Показывает Что там смесило полностью все градом Ну, буря В общем, вот эта буря у нас насувалась Якось так интересно Вот именно юг С южной части насувалась буря И именно восточная часть Почему-то такая она, как гриб Вот первые снимки были Как гриб Она вот просто текла Мы не знаю, возможно, там у нас на Педгородье Даже и град пешел Не знаю Может, там и град рванула Ну, сейчас не могу я выйти Поделиться, что там делается на городе Так что воно мне не надо Потому что Ну, дождь не холодный или не холодный Но рвег капитально Не думала и не гадала, что такое видео получится Вообще-то я не планировала Я за постелу хотела За сухофрукты рассказать Ну, в общем, и ознакомились Кому интересно Если кто же проживает в других странах А я проживаю юг Украины Николаевская область Вот такие на данный момент Конец июля То есть 28 июля 2018 года Первомаст Николаевской области А так уж вся наша Украина Мыет руки, ноги, мочится Шкода только тех людей Кто, например, животноводы Да, кролиководы Ну, кто мает худобу Дуже-дуже шкода, что сено было у нас, по-моему, года 4 назад у нас май месяц и пол июня и шли дождь У нас столько перегнило сено Люцерки Ячминки Горохлянки Я вам не могу просто сказать Или коровок Или для королев Или просто посеять Из той земли заработать Якусь копейку И все згнивало Дуже шкода И дуже шкода Хто не успів убрати зернові такі, як пшеницю Возможно, это Львів, Житомир В ту сторону Хто не успів убрати пшеницю У нас-то вона уже убрана Вот тоже Дуже шкода Так, як Це дорогостоюще Виростити, обробити землю І виростити зерно А ти дивися на нього на полі А убрати його просто не можеш І я знаю, що на даний момент Уже три неділі Іде зливи Ідуть зливи У Львівській області На Житомирщині Зливи ідуть Ну, з одної сторони Можна сказати Для овощей Може, некоторих овощей Це і добре Но Ми не можемо нічого поділати Природа є природа От там вдалі Наче вже і сонечко Тут сьогодні полнолуние Звісно, катаклизми Два-три дня до полнолуні І два-три дня Після полнолуні Вони, звісно, показують себе Природа теж вибрацює свій негатив Ну все, дорогі мої друзі Ожидайте слідущого відео Дякую, що ви є со мною Я от вилізла тут Вважайте, почти на подоконник Зняла москітку Я дивлюсь через вікно Тому що через двері не виходить Я просто показую От южну частину міста Пірвомайська От южна частину справи І пішла Ну, конечно, не видно Це надо виходити